Всем привет! В принципе, я немного расскажу про Hex аддон в Monodevelop и что он из себя вообще представляет на текущий момент, какие перспективы его развития, в принципе, что можно уже сейчас и что можно будет в будущем, если дается желание и возможность его дальше развивать. С чего, в принципе, начинается обычно работа с любым проектом, создание нового файла, нового проекта. Здесь мы создаем непосредственно сразу solution, то есть создается solution с названием первого проекта, который мы в нем создадим, например, test.md и создадим, скажем, OpenFL project. То есть темплейты на данный момент есть под в принципе все имеющиеся таргеты, которые поддерживают Hex непосредственно, то есть как NECO, так C++, Flash и прочие, как вы видите на видео, вот так и в принципе OpenFL он стоит особняком, потому что, в принципе, он сам разбирается, как и что ему собирать, то есть такой себе комбайн, поэтому он выделен отдельно. В принципе его и создадим. Вот как мы видим, у нас создался solution, в solution есть наш проект и стандартный набор файлов. В принципе, что из себя представляет уже в текущий момент плагин. все фичи, которые поддерживает редактор как таковой, в самом MonoDevelop, в принципе, они уже есть, то есть это подсветка синтаксиса, это там дополнение ключевых слов. Вот, например, мы создадим какую-нибудь переменную, и она у нас приватная, там вертикальные блоки выделения. Вот, например, очень удобная штука, потому как вдруг нам нужно private переменную объявить public. и они уже тут есть. Что еще? Еще у нас есть автодополнение на основе выдачи компилятора самого HEX, то есть достаточно удобная штука. Автодополнение всегда в актуальном состоянии и, в принципе, отрабатывает достаточно быстро. Ну, в общем, вот так, то есть, ну, в принципе, дополняется как импорты, так и внутренние функции, методы и члены классов. Также подсветка, ну, не подсветка, а tooltip с выводом параметров функций, которые она от нас ожидает. В принципе, ну, он на основе вывода из HexDoc. Вот, вот это то, что умеет, в принципе, плагин. Это немного, но это уже как бы что-то. Так как у нас здесь есть solution, мы, в принципе, можем дополнять его абсолютно разными, разнообразными проектами. То есть, ну, вот, например, создадим какой-нибудь HEX C++ Project, назовем его testcpp, и он создается в папке нашего solution по умолчанию. Ну, в принципе, можно задать какую-либо другую, хотя я, если честно, не знаю для чего. Его можно, вот этот вновь созданный проект можно установить запускаемым по умолчанию, соответственно, ну, как и стандартные фишки всех solution. Собрать либо отдельно весь этот, либо отдельно конкретный проект, либо собрать все таргеты. В принципе, в solution options можно выделить определенные проекты с собираемыми, снять галочку, чтобы происходила их сборка. И, ну, в принципе, сборка производиться не будет. Что у нас есть еще? Еще у нас есть начальная поддержка дебаггинга нативных таргетах, то есть это C++ и, в принципе, в перспективе, исходя из архитектуры самого HEX, можно дебажить также и некое таргеты, но, если честно, до них я еще не добрался, поэтому точно утверждать ничего не могу. Что вообще нужно для дебагга нативных таргетов? В первую очередь мы открываем project.xml файл и определяем два ключевых дефайна. Это define hxcpp debugger и define absolute path. В принципе, hxcpp debugger говорит нам, что мы будем отлаживать наше приложение с помощью внутреннего дебаггера. Absolute path выводит все пути для дебаггера ну, абсолютными, чтобы не было путаницы. Чтобы нам, ну, id, чтобы не угадывало, какой именно файл мы сейчас используем, какой отлаживаем. Еще нам понадобится подключить к библиотеку дебаггер. Она, в принципе, разрабатывается сейчас несколькими людьми. Каждый пишет ее на свое усмотрение. Фичи добавляют в формат вывода и прочее. Но я думаю, что после вывода hx 3.1.0 это все стабилизируется, устаканится. У нас будет одна общая. Данный момент я использую свою. Вот. Что дальше мы делаем? Дальше мы импортируем класс хекс-ремоут, который идет в составе нашей библиотеки дебаггер. И следующий наш шаг мы должны создать инстанс. Следующим шагом, который мы делаем, это создаем инстанс класса хекс-ремоут. Что мы ему передаем? Передаем мы ему три параметра. Первый у нас это булевский параметр. Останавливать ли приложение после старта, после инициализации нашего дебаггера. В принципе, нам необходимо поставить его в true, потому что если мы не остановим приложение, мы не сможем нормально, корректно передать ему брейкпоинты, где останавливаться в следующий раз. Следующим параметром мы передаем IP-адрес, на котором будет слушать наш дебаг-сервер. В данный момент обычно можно подключиться по адресу localhost, но вот почему-то у меня он решил забиндить на адресе 127.0.1.1. И порт дебаггера это 6.9.7.2. В принципе, переопределения этих параметров пока его нет. В будущем, я думаю, что все возможно только устаканится вообще весь дебаг и прочее. Что дальше? Дальше ставим здесь breakpoint и запускаем отладку run.start.debugging. Пошла сборка. Вот, в принципе. Так, пошла сборка. В принципе, и вот сразу же мы остановились после инициализации класса Hacks Remote. Что у нас здесь? У нас здесь call stack, ну, stack вызовов, точка входа, где именно мы остановились и откуда мы вызывались, ну, по глубине которую, в принципе, Hacks нам выдает. Как только мы продолжим, проинициализируются, в принципе, наши breakpoint. И вот здесь мы, в принципе, остановились. В данный момент, так как это альфа-версия, у меня здесь небольшой баг и стэк вызовов почему-то цепляет старую выдачу, но в принципе новая, новая тоже, тоже есть. Вот, вот как бы таким образом происходит дебаг по breakpoint и в дальнейшем, я думаю, что возможно будет реализовать вывод переменных, глубокое разворачивание. Ну, в принципе, я думаю, что это все, что я хотел показать. Единственное, что для чего вообще вот эта вся презентация. Если вдруг кто-то заинтересовался и у него есть желание помочь, я с радостью буду рад любому участию в проекте, потому что, ну, это, по большому счету, это интересная и нужная штука и, как бы, почему нет? В принципе, спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.